Книга не только как источник знаний и эстетического наслаждения, но и как уникальное произведение искусства. 14 февраля, в Международный день книгодарения, Музей-заповедник Кузнецкая крепость открыл выставку «Книга как искусство». Центральным экспонатом является «Фолиант», уникальное издание комедии Грибоедова «Горе от ума». Эта книга была издана 110 лет назад в Санкт-Петербурге товариществом романа Голике и Артура Вильборга. Чем же она так уникальна? Известно, что переплет, в котором издавалась эта книга, был шелковым и кожаным. Так вот, варианты в кожаном переплете, которые как раз представлены на нашем выставке, это самое малотиражное издание. Также текст на бумаге «Вирже» – это очень дорогая бумага, а иллюстрации вообще размещены на бумаге ручной работы, разработанной специально для этого издания. Все говорит о том, что издание уникально и является образцом библиофильским, коллекционным, и образцы их на антиковарных аукционах доходят до полумиллиона рублей. Впрочем, главное не цена, а ценность труда, который в издание вложен. К сожалению, уникальную книгу нельзя подержать в руках, но копии ее иллюстрации все же увидеть можно. Задумывая свое издание, товарищество Голики и Вильборг обратились к Кордовскому Дмитрию Николаевичу, знаменитому иллюстратору книг. Он создавал иллюстрации, это были как акварельные рисунки, так и монохромные. Часть иллюстрации, как копии, конечно же, присутствуют на нашей выставке. Для создания антуража эпохи Грибоедова старинную книгу окружили антикварными предметами того времени. Мы решили создать вот такую небольшую ауру писателя тех времен и, конечно же, это же комедия, пьеса, какими-то вот элементами театра. Музей, конечно, не приспособлен для театральных постановок, но сыграть одну или несколько сцен средствами театра теней вполне возможно. Такие вот у нас есть фигурки для теневого театра. Они, кстати, тоже нам сделаны мастером из Санкт-Петербурга, как победителем фестиваля театра теней в прошлом году. Собственно говоря, мы можем и сами разыграть, и если школьники пожелают поучаствовать в этом театре и почитать, то мы будем только рады. Выставка будет работать до 26 марта. Билеты можно приобрести по Пушкинской карте. На экскурсии действует предварительная запись, телефон вы видите на экране, а билет на выставку дает право посещения всех экспозиций в оберофицерском доме музея.